Всем привет! Продолжаем рассматривать, знакомиться с работами художников. Сегодня у нас Жорж Барбье, французский художник-иллюстратор. Является одним из крупнейших графиков первой, третьей, двадцатого века. Находится в числе создателей стиля арт-деко. Изучал живопись в национальной высшей школе изящных искусств Парижа. Первая выставка состоялась в салоне юмористов в 1910 году. Следующая в галерее Бутэ де Монуэль принесла художнику известность. С 1912 года и до своей смерти Барбье постоянно выставляет свои работы в салоне художников-декораторов. Прославился своими эскизами сценических костюмов для русского балета Дягилева. Работал для кино и для крупных французских журналов мод, где не только публиковал свои художественные работы, но и также публиковал критические заметки. Иллюстрировал каталоги и многие литературные произведения, в том числе сочинения Бодлера, Верлена и так далее. Был автором моделей для изготовления ювелирных украшений, занимался дизайном ювелирных украшений изделий из стекла, а также плакатом и рекламой в периодических изданиях. Особое место в творчестве Барбье занимают книжные графики и иллюстрации в модных журналах. Постоянные статьи и иллюстрации в периодических изданиях и к концу 20-х годов достигли невероятной популярности. Одной из самых известных работ художника стали иллюстрации к опасным связям. Шодерло де Лакло. Барбье своим творчеством оказал влияние на развитие такого художественного направления в искусстве 20-го столетика, как Кардеко. Во время Первой мировой войны Барбье, продолжая сотрудничество с изданиями, писал репортажи из Италии, театральные рецензии. В 1912-м стал членом французского общества художников-оформителей. Вращался в самых модных и эпатажных кругах мировой столицы мод. Везде его знали. Художник был частью группы щеголей и модников. Рыцари браслета, так они себя называли, известные своими светскими манерами, нарядами. Они вели яркий образ жизни. Биографы Барбье недвусмысленно пишут о том, что художник имел гомосексуальные наклонности и был близок с писателем и знаменитым светским львом, графом Робертом де Монтескью, а также приятельствовал с Марселем Прустом. В пике своей славы художник умер в возрасте 50 лет. Похоронен на кладбище Мизеркорд. Похоронен в родном городе Нант. Церемония была скромной, незаметной. Наследники продали сукционную его библиотеку, а коллекция японской и европейской эротики была по завещанию передана на национальной библиотеке, где была помещена в секцию Энфер с ограниченным доступом. Первая посмертная выставка произведения Жоржа Барбье прошла только в 2008 году в музее Фортуни, Венеция. Вот так вкратце о Жорже Барбье, французском художнике и иллюстраторе, который является одним из крупнейших графиков 1-3 XX века и входит в число создателей стиля арт-деко. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok